Воронеж А так, конечно, я, скажу честно, прям искренне завидую всем вам, которые приходят, которые находятся в этом городе, потому что эта атмосфера, которую я почувствовал на стадионе, это, конечно, действительно праздник, это огромное количество зрителей, это очень объективные болельщики, и, наверное, знаете, просто хотелось бы пожелать всем клубам, не только ФНЛ, чтобы такая атмосфера была на всех стадионах, где футбол играет в России, потому что, ну, честно, только позитивные такие эмоции, вот именно с точки зрения болельщиков, как они любят команду, как они поддерживают, поэтому, я, честно говоря, очень впечатлен, поэтому только-только позитивные эмоции. Что касается футбола, то я думаю, что матч оправдал, на мой взгляд, все ожидания болельщиков, специалистов. Встречались две очень достойные команды, наверное, тренеры какую-то свою позицию высказали. Мне матч очень понравился, мне на самом деле очень понравился Арсенал, потому что я буквально месяц назад, наверное, был в Туле и смотрел матч с Волгой, конечно, тогда, наконец, в несколько другом состоянии, но сегодня, я думаю, что вы не будете отрицать, что даже играя в вестерон, команда будет очень приличная, но, на мой взгляд, Факел был более отцовеструнен, более хитр, и, наверное, это все-таки, на мой взгляд, это такой болельщицкий, наверное, все-таки победа тренерская, потому что Факел то, что хотел, того добился, поэтому я искренне поздравляю всех болельщиков. Факела у вас очень достойная команда, достойная своих болельщиков. Пожалуйста, вопросы. Какова была общая цель, визит, вы же наверняка не в футболку посмотрите, приезжали? Ну, я не жалю, я не мог посмотреть футболку. То есть, вот, именно на игруку приехали, да? Да. Ну, может быть, если бы я прилетел пораньше, нам удалось бы посмотреть какие-то, с президентного клуба, какие-то, так сказать, инфраструктурные моменты, но, к сожалению, еще раз повторяю, уже, так сказать, стоял вопрос лететь-налететь, потому что по времени я не успевал, но получилось, что только на футбол. Но футбол уже тоже много, во-первых, дает положительных эмоций, дает информационные размышления. Я считаю, что, продолжая, как бы, ответ на ваш вопрос, я считаю, что то, что я увидел сегодня, у меня реально очень сильно печатало. Это просто потрясающий, потрясающий город, потрясающие болельщики. Ничего раз повторю, не буду несколько раз повторять, что, дай бог, всем команда, это болельщики. Сейчас очень много ломается копий по поводу будущих изменений в ФНР, как это все может выглядеть, изменения структуры, говорят, что там вторая лига опустится в КФК, какие-то лучшие команды идут в ФНР, которая разобьется там на два или на три дивизионы. Вот как это? Что вообще в ближайшем? А вы когда это прочитали? Да я это читаю довольно часто. Ну, не читайте газеты. Я надеюсь, что у нас здравомыслящие люди. Больше я комментирую не хочу, поэтому есть мнение. По поводу того, о чем вы сейчас спросили, всяких, передрубаться, я свою позицию высказал, то есть там идет речь какая-то о ликвидации КФЛ, я категорически против и больше не хочу это обсуждать, потому что это читаю фундамент, это правильно. Что касается каких-то разделений ФНР на зоны, то, наверное, в первую очередь необходимо спрашивать самих участников и просто поймать логистику и цены вопроса. Все, что говорят, что это можно удешевить, что это будет дешевле, что это... Поверьте мне, то есть это неправда. Лететь в Владивосток или в Хабаровск не намного дороже, чем в Воронеже, поэтому никакой экономии здесь не будет. А первую лигу уже, так сказать, 20 или 30 лет делят ни на какие-то зоны, но поверьте, в моем мнении и мнении участников всех, что это просто убьет этот дивизион, потому что я считаю, что сейчас у нас просто очень достаточно потрясающее соревнование, уникальное для всей Европы. Чем? Уникальное оно, в первую очередь, на географии. Это первое, но тот календарь, который у нас существует, он позволяет в том числе и расти футболистам, в том числе и спокойно готовиться к матчам. То есть я никогда не понимал, почему-то, когда летят люди в Лиссабон 5,5 или, допустим, в Ларнаху 4,5, это считается нормальным, а долететь до Хабаровска 7 часов или до Иркутска 4,5 часа, это почему-то вызывает какие-то отрицательные эмоции. У нас наша страна, она такая, какая есть, она очень большая, очень самопытная, и поверьте мне, что как раз какое бы то ни было разделение, оно, на мой взгляд, просто неприемлемо. Это не только мое мнение, это мнение... А на каком уровне могут приниматься или не приниматься вот эти вот решения? Это кто? Решение после двух соревнований принимает только один орган. Он называется исполком Российского Кубовного Союза. Поэтому, еще раз, я немножко как бы отвлекся, я вам говорю, не читайте газету, просто вам совет. Я думаю, что надо воспринимать то, как что есть, так как оно сейчас движется, и радоваться тем матчам, которые мы всем с вами видели. То есть есть шанс, что ничего принципиально меняться не будет, да? Ну, я практически на 100% в этом уверен. Нет, нельзя сказать, что ничего необходимо, я думаю... Кардинально? Кардинально нет. Ну, во-первых, я еще раз повторю, что мне очень интересно, что вот то, о чем вы говорите, не обсуждается ни в РФПЛ, ни в ФНЛ, то есть это не обсуждается. Однако это озвучивается. Ну, озвучивается газета. Но мы же это не придумали. Ну, давайте дождемся, давайте дождемся. Я просто вам говорю, что... Я вам выскажу свою позицию, свое мнение, и я предлагаю на эту тему закончить дискуссию. Хорошо. Давайте о более приятном. Как за последний год, два-три, ФНЛ в каком направлении прирастает она, чем? Что становится лучше, что становится хуже, что в структуре... Как можно улучшить уже какие-то устоявшиеся вещи, отработанные? Ну, вы видите, вы вызываете такой вопрос, достаточно эфемерный. Вы мне говорите, как можно что-то улучшить? Если... Нет, я думаю, что первое... То есть, можно не то, чтобы подводить какие-то итоги, а можно говорить об этом достаточно серьезно, потому что четырех с половиной годов ФНЛ существует. То есть, какая была задача, да? То есть, на мой взгляд, в первую очередь, это позитивный имидж. Первое. То, чего не хватает вообще нашему футболу. Я считаю, что тот накал матчей и вообще та турнирная ситуация, и вообще, как это происходит из года в год, здесь мы, на мой взгляд, я, может быть, как говорится, не объективен, достигли многого. С точки зрения того, что вы здесь сидите, в достаточно большом количестве, мы с вами что-то обсуждаем. То есть, это интересно. Первое. Второе. Лучше, конечно, говорить о проблемах. Проблема — это посещаемость. То есть, Воронеж, Тула, Саратов, или там, допустим, это исключение, к сожалению. Понять причину этого, ну, вы посмотрите, в «Промерлиге» тоже есть. К сожалению, то уже не исключение. Ну, опять же, если говорить среднюю посещаемость, все равно... Четыре тысячи? Ну, послушайте, у нас в Астрахани в 2001 году была средняя посещаемость 22 тысячи. Сейчас, имея прекрасный стадион, потрясающие погодные условия, и все-все-все две. То есть, вы представляете? И никто не знает вопрос на этот... Ответ на этот вопрос. То есть... Владислав Волошин, аргументы и факты в Туле все-таки представлюсь. Только что у нас прошла пресс-конференция двух главных тренеров. Фактически они произнесли одно и то же, что произносят тренера ФНЛ из года в год, каждое межсезонье. У нас новый состав, у нас много новых игроков, сейчас обкатаем. Если не ошибаюсь, по-моему, 118 новичков появилось в заявках команд перед сезоном. Вам не кажется, что ФНЛ превращается... Ну, футбол ФНЛ из спорта в лотерею. Кто больше пальцем тыкнет, угадает футболиста, тот и выиграет. Я могу ответить односложно. Можете? Нет, не кажется. Спасибо. Ну и по поводу, наверное, то, что без разницы в Воронеж ехать или в Владивосток, я тоже, наверное, вас поправлю, потому что я сюда доехал за 600 рублей, во Владивосток, извините, от 18 тысяч. Разница все-таки существенная. Нет, ну я вам говорю, вы же, когда находитесь в Туле, это понятно. А я имею в виду, я считаю, условно говоря, свои перелеты. Я же знаю, сколько они стоят. Сколько они стоят для бюджета Лиги. Поэтому, понятно, что нет смысла ехать из Тула в Москву и потом лететь на самолете. Просто вы рядом находитесь. Правильно? Ну, конечно. Ну, на мой взгляд, все равно разделение, оно не даст ничего. Абсолютно ничего. Это вообще абсолютно... Ну, сейчас первый круг закончился, то было бы немножко оценили, но телекоманды наверху, какие ожидались, теле внизу, какие опять ожидались, не ожидались. Вы знаете, счастье моей работы в том, что я не ожидаю, кто тут находится. Я просто занимаюсь оперативным управлением соревнований. Я думаю, что сейчас на первых местах находится команда объективно, объективным причинам. Никто случайно на тех позициях не находится. Единственное, я думаю, что для всех неожиданность, да, с точки зрения и финансового состояния, и состава, это позиция, где находится тост. То есть, на мой взгляд, это для всех неожиданность, в том числе и игра, которая демонстрирует. Остальное все... Если будут говорить, что там, допустим, дипертант-факел находится там на третьем месте, это неожиданность, то есть, для меня это не неожиданность. Я следил за этой командой, и во втором дивизионе. И же самое главное, это фундамент и то, как люди вообще занимаются футболом. Поэтому для меня это не неожиданность. Я, в принципе, ожидал, что команда будет... Даже в первых трех неудачах для меня это как бы ни о чем не говорило. Поэтому мне видится, что турнирная таблица сейчас отражает объективно состояние дел со спортивной точки зрения. Безусловно, после зимнего перерыва будут какие-то изменения, как команда требует каких-то, может, сенсаций. Но мне видится, что сейчас после первого круга у нас, как вы знаете, определилось 16 команд, которые примут участие в кубке ФНЛ в феврале. Поэтому мое мнение, что таблица отражает объективно те реалии, которые существуют в ФНЛ сейчас. А с 17-го точки зрения кто-то вызывает беспокойство? Все доверяют финансовые точки зрения вызывают много к нам беспокойства. Я не скрываю этого. Более того, я думаю, что для кого-то всегда, что есть серьезные проблемы и в Нижнем Новгороде, и в КамАЗе, и на Бреженчернах, и в Девостоке, в Сибири непростая ситуация, и в Ярославле тоже. То есть эти проблемы, они, к сожалению, идут из года в год. В частности, допустим, если брать Сибирь или, допустим, Ярославль или Волгодичный Новгород, там у них уже 5 лет такая ситуация. Поэтому я не говорю, что мы надеемся на что-то, мы просто предполагаем, что у людей, которые занимаются финансированием вообще в Советах занимаются этим вопросом, у них есть просто здравый смысл, то есть они придерживаются здравого смысла и, безусловно, понимают, что это все-таки футбол, и все проблемы, которые текущие, они существуют, они будут решены. Но у меня реально есть серьезная беспокоимость по поводу Нижнего Новгорода, еще раз повторю, КамАЗа, Владивостока, Ярослава и Новосибирск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова